Всем привет! Технологии не стоят на месте и каждый день придумывают что-то новое. Датчик движения, конечно, вещь не новая, но мне все равно с ним интересно сделать какой-то проект. И сегодня мы с вами будем делать управление освещением при помощи датчика жестов. Поехали! Диаф-робот ведущий мировой поставщик оборудования для робототехники и открытого исходного кода с большим сообществом, обслуживающим будущих создателей. Диаф-робот создает инновационные, удобные для пользователя аппаратные и программные продукты, которые становятся старительными блоками во всех видах электронных проектов и формируют вокруг него сильное сообщество учащихся. Этот датчик жестов я подробно рассматривал в предыдущем видео, так что обязательно посмотрите это видео, ссылка будет в описании, а также в аннотациях. Если коротко, то этот датчик имеет 5 сенсорных кнопок, которые можно удлинить каким-либо образом, а также он реагирует на движение вверх-вниз, влево-вправо, а также приближение либо отдаление. Ну и сейчас в данном случае мне подключены только несколько управлений несколькими жестами. И на основе распознавания этих жестов можно сделать управление освещением. Давайте рассмотрим простой пример. Итак, здесь есть простой скетч для того, чтобы можно было посмотреть, как это все работает и протестировать. Итак, рассмотрим его. Вначале подключаются две библиотеки. Одна библиотека для работы с данным сенсором и одна библиотека для работы с адресными светодиодами VS2812. Этот датчик подключается по сериал-интерфейсу и для его работы нужно подключение сериал. Но так как мы сериал сейчас будем подключать также к компьютеру, то для его работы можно использовать софтворный сериал. Если же вы используете, например, Arduino Mega, либо ESP8266, то там есть дополнительно сериал-порты, которые являются физически установленными. И библиотека софтвор сериал, она не нужна. Итак, мы здесь назначаем пины, которым подключается данный датчик. И определяем, к какому сериалу он будет подключен. Дальше идут настройки для работы с лентой VS2812, пин к которому подключено, цветовая гамма, также количество светодиодов и некоторые перемены, которые в принципе и нам не нужны, их можно спокойно удалить. Определяем массив данных светодиодов. Переменная мод показывает режим работы. Перемена event отвечает за то, было ли какое-либо событие, то есть событие, движение, переключение, изменение цвета. Было какое-то событие или этого события не было. В setup объявляем сериал, делаем небольшую задержку для старта работы этого сенсора. Настраиваем работу с светодиодной лентой, а также настраиваем работу с данным датчика. В основном цикле программы вызываем функцию обработки движений. Давайте мы сейчас посмотрим эту функцию. Функция обработки движений. Если зафиксировано какое-то действие, то тогда говорим о том, что было какое-то событие. И в зависимости от того, какое действие произошло, то делаем какое-то действие. Если было движение назад, то тогда изменяем режим, то есть уменьшаем значение переменный режим. Если движение было вперед, то тогда увеличиваем переменную, изменяющую режим работы. И также движение вправо и влево изменяет яркость. Либо увеличивается яркость, либо уменьшается яркость. Для других событий я никаких значений не устанавливал. Эти события можно вообще отключить, либо же добавить сюда какие-то новые функции. В зависимости от режима работы выполняется та или иная функция. Эти функции просто задают определенный цвет для светодиодной ленты. В принципе, вот такой простой код. И он легко работает. Простым движением я могу изменить цвет. Либо могу изменить яркость. Это минимальная яркость. Увеличиваем яркость. Максимальная яркость. В SerialPort выводятся все события, которые происходят с этим датчиком. То есть, если я делаю какое-то движение, то оно не только происходит реакция на ленте, но и также в SerialPort выводится сообщение о том, что я делаю в данную минуту. В сети я нашел очень хороший пример, где собрано очень много разных функций, разных режимов работы для этой ленты. Давайте мы сейчас этот пример рассмотрим. Вот этот пример. Ссылку на него вы найдете в описании под видео. Я немножко этот пример отредактировал. Добавил сюда поддержку данного датчика. А все остальное осталось без изменений. Изначально этот пример был рассчитан на то, чтобы работать через Serial. То есть, через Serial должны были приходить команды, которые бы управлялись светодиодной лентой. Но в данном случае я этот скетч переделал для того, чтобы он работал с этим сенсором. И поэтому переключение режимов будет происходить при помощи движений рук. Немножко рассмотрим этот скетч. Он довольно большой и включает в себя целых три раздела, три файла. Поэтому я их все не буду рассматривать. Только коротко. То, что я изменил. Ну, вначале я добавил библиотеку для работы с сенсором. Объявил, каким пином подключен софтвор Serial. Инициализировал сам сенсор. А также в Setup добавил настройку Serial порта. А также необходимые настройки для работы с этим датчиком. В основном цикле программы, если опуститься немножко ниже. Я убрал обработку значений Serial. Но добавил функцию обработки событий датчика. И вот эта функция. Она точно такая же, как и в предыдущем скетче. Движениями вправо-влево изменяется яркость. А движениями вперед-назад изменяется режим работы. Некоторые режимы работы я пропустил. Сделал так, чтобы эти режимы пропускались. Потому что эти режимы работы потребляют много ресурсов работы Ардуино. И тогда происходит плохая реакция на датчик. Он может либо вообще не реагировать, либо зависать и ничего не делать. Не будут реагировать ни на какие движения. Поэтому эти режимы я пропустил. Давайте сейчас попробуем прошить этот скетч. И увидим, как это все работает. Друзья, в предыдущем видео я обещал разыграть скидочный купон среди подписчиков. Итак, сегодня настало время для того, чтобы свершить этот розыгрыш. Итак, переходим на сайт рандомайзера. Вставляем ссылку на видео. И надеюсь, все, кто хотели участвовать, оставили свои комментарии и сделали все необходимые действия. Сейчас мы узнаем нашего победителя. Дмитрий Плотников. Интересное видео. Хочу скидочный купон. Отлично, Дмитрий. Ты выиграл этот скидочный купон на 10 долларов. Пожалуйста, свяжись со мной в комментариях. Либо найди другой способ для того, чтобы со мной связаться. А всем остальным я желаю не пропускать новые видео. Потому что будут еще новые розыгрыши. А теперь поехали дальше. Итак, скетч прошит. И какой-то режим сейчас работает. Попробуем переключить режим. Работает красиво. Но на маленькой ленте это даже не интересно смотреть. Надо посмотреть это все в масштабе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok